Субтитры делал DimaTorzok Увеличенное переднее колесо и соответствующее ему новое переднее крыло являются наиболее очевидным визуальным признаком обновления Причем переднее колесо имеет камеру и обычные спицы А вот заднее бескамерное, а спицы крепятся по краям обода Стандартный VStorm 1050 имеет те же 19-дюймовые передние и 17-дюймовые задние легкосплавные колеса Большее переднее колесо в сочетании с полностью регулируемой передней 43-мм перевернутой вилкой Каяба Которая имеет увеличенный до 170 мм вход и моноамортизатор с ходом 160 мм Не только увеличивает проходимость, но и дорожный просвет Который составляет 190 мм Способствует улучшению эргономики при езде по более рыхлым и неровным поверхностям Колесная база также на 40 мм длиннее, чем у VStorm 1050 Благодаря новому алюминиевому маятнику Который сохраняет тот же уровень вертикальной и боковой жесткости Но имеет на 10% выше жесткость на кручение Плюс руль стал на 40 мм шире Для улучшения положения на бездорожье Продолжение следует... Несмотря на то, что внешний VStorm 1050 во всех версиях почти не изменился Он получил новую двухлонжеронную алюминиевую раму Применение алюминиевых профилей позволяет использовать более тонкий материал При сохранении высокого уровня прочности В результате получилась более легкая и прочная рама DE также получил новое сидение Теперь фиксированное по высоте и более легкое, чем у базовой версии А также укороченное, но регулируемое ветровое стекло Через которое легче смотреть при езде по бездорожью Продолжение следует... Двигатель по сути такой же, как и раньше. Это 1037-кубовая L-образная двойка, которая выдает 107 л.с. на 8500 оборотов в минуту и 100 Нм крутящего момента на 6000. Хотя некоторые изменения есть. Силовая установка получила впервые на мотоциклах Сузуки новые полые выпускные клапаны, заполненные натрием, которые снижают температуру в камере сгорания для повышения эффективности потока и долговечности. А также шестиступенчатая коробка передач получила более высокие передаточные числа для первой и шестой передач, которые сглаживают переключение и способствуют плавной работе, установленного на всех версиях квикшифтера. Плюс повысился комфорт при движении по шоссе на максимальные передачи. При снаряженной массе от 242 до 252 кг, в зависимости от версии, Bestrom 1050 от 0 до 100 разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км. Бак вмещает 20 литров. Бак вмещает 20 литров. Как и старые модели XT и XT Adventure, новые модели DE и DE Adventure оснащены защитой рук, алюминиевой защитой двигателя и дугами. А Adventure также оснащен вспомогательным освещением и 37-литровыми алюминиевыми кофрами с анодированным серебристым покрытием. К 2023 году все версии Bestrom 1050 получили 6-осевую инерциальную систему, чувствительную к наклону АБС, систему удержания на холме, круиз-контроль, 3 настройки мощности и 3 настройки контроля тяги. Этими функциями управляет новая цветная приборная панель TFT. На проходимых версиях также есть дополнительная внедорожная настройка для контроля тяги и возможность отключения задней АБС. На официальном сайте Suzuki ZDAE просят 16 тысяч долларов, ZDAE Adventure 17,5. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...